добрый день дорогие друзья сегодня мы с вами приготовим куриную грудку в последнее время куриную грудку готовлю очень часто именно так вместо куриной грудки можно использовать грудку индейки или филе индейки в принципе любое мясо птицы кто уже готовил так поделитесь пожалуйста комментариями может быть кто-то готовит немножечко по-другому тогда тоже прошу вас напишите рецепт так что сейчас мы с вами приготовим на ужин очень вкусное куриное филе у нас чуть больше килограмма кило 200 грудки вы можете взять пол килограмма поменьше просто у нас семья большая мужчины поэтому я готовлю чуть больше чем в обычном рецепте нарезаем филе небольшими кусочками но и не слишком мелко подготовка ингредиентов по этому рецепту занимает немного времени совсем а все остальное делает за вас духовка можете заниматься другими своими любыми делами лука я обычно кладу побольше и резу полукольцами вы можете порезать кубиками или как вам больше нравится на ваше усмотрение нарезаем две-три моркови на разогретую сковороду сначала выкладываем морковь слегка и и обжариваем до прозрачности затем морковь добавляем лук и лук посыпаем солью и специями это для того чтобы лук был мягче и потом в процессе запекания пустил как можно больше сока лук с морковью обжариваем буквально минут пять форму хорошо смазываем маслом любым донышко и бортики не забудьте смазать в отдельную емкость выкладываем мясо добавляем соль и специи и перемешиваем вместе с жареным луком и морковью я добавила мясо еще душистые травки орегамо базилик и кориандр разбиваем в 3 разбиваем 3 яйца добавляем тертый сыр 100 150 грамм туда же около 200 250 грамм сметаны или жирных сливок около 33 процентов у меня жирные сливки все хорошо перемешиваем эту смесь выкладываем на мясо сверху можно добавить помидорчики черри можно добавить еще туда оливки оливки с помидорчиками или отдельно оливки можно вообще ничего не добавлять ставим духовку я духовку не разогреваю заранее поэтому ориентируюсь именно на время тогда когда я ставлю мясо в холодную духовку а не в разогретую 50 минут запекаем филе куриное да не забудьте форму накрыть крышкой или фольгой и через 10 минут после готовности оставляем еще на 10 минут чтобы поверхность у нас подрумянилась все удачного приготовления приятного аппетита не забудьте оставить свои комментарии и самое главное подписаться это будет лучше награда для нас а также не забудьте поделиться своими друзьями в социальных сетях этим рецептом всего доброго до новых встреч